Добрый день! Вашему вниманию представляю домашнее задание по дисциплине процесса и аппарата биотехнологии на тему выбор парогенератора для процесса стерилизации. Выполнила студентка третьего курса Денисова Альбина Маратовна. Дисклеймер. Данный материал и все сказанное не является рекламой и служит только образовательным целям. Моя задача. Мне нужно выбрать парогенератор, который будет стерилизовать 100 кг желе. Нужно увеличить срок годности желеобразного продукта питания путем стерилизации. И у меня есть ограничения. Желе не должно изменять свой состав по нутриентам и температуру обработки не менее 75 градусов. Описание метода. Назначение и сущность процесса стерилизации заключается в уничтожении всех видов микроорганизмов, в том числе и их спор. В пищевой промышленности и общественном питании стерилизацию применяют при производстве консервов в стойке хранения продуктов. Осуществляется стерилизация различными путями. Первая из них основана на нагреве продукта через теплопередающую поверхность. Этот способ иногда называют косвенной стерилизацией. Посмотрим на схему с левой стороны. Представим, что у нас есть емкость желе, которую нужно стерилизовать. Снаружи этой емкости есть рубашка терморегуляции. В рубашку подается теплоноситель, это может быть вода или пар, через вход термоносителя. Он нагревает рубашку и, соответственно, нагревает продукт стерилизации желе. Второй путь стерилизации – это непосредственный нагрев продукта пара. Непосредственная стерилизация осуществляется или путем ведения пара в продукт, или путем ведения продукта в пар. Называют еще прямой стерилизацией. На схеме с правой стороны у нас есть емкость с продуктом стерилизации, в данном случае желе. Через вход термоносителя входит пар, который образовался парогенератором. Парогенератор входит в емкость с продуктом с желе и происходит непосредственный нагрев продукта паром. Существует два вида парогенераторов. Парогенератор электродный. Это генератор пара, в котором в качестве нагревательного элемента применяются электроды. Он изображен с левой стороны. И теновый парогенератор. Процесс парообразования происходит за счет нагревания воды в котле трубчатыми нагревательными элементами тенами под давлением. Он изображен с правой стороны. Теновые парогенераторы вырабатывают значительно более чистый пар, что позволяет их применять при непосредственном контакте пара с пищевыми продуктами. Для теновых используется мягкая вода, чтобы предотвратить и минимизировать накопление накопи на тенах, и чтобы в продукте не оказались соли воды, используемые парогенератором. Это значительно продлит срок их службы, поэтому нужна подготовленная вода, то есть нужна водоподготовка. Я выбрала парогенератор PET-15N. В моем случае мне нужен теновый парогенератор, так как мне нужен непосредственный нагрев продукта пара. И нужно учесть, что влага от парогенератора учитывается в рецептуру. На данном слайде можно увидеть информацию, которую я нашла про этот парогенератор. Тут можно отметить, что он подходит для пищевой промышленности. И также можно увидеть, что не требует заключения Ростехнадзора. То есть мне не нужно будет никакого разрешения для использования этого оборудования. Посмотрим габаритные размеры. Длина 605, ширина 800, высота 950. Что меня удовлетворяет, он достаточно компактный. По техническим характеристикам. Можно увидеть, что максимальная производительность 15 кг в час. Что достаточно для стерилизации 100 кг желе. Также номинальное напряжение питающей сети трехфазного переменного тока 380 В. То есть, если в комнате не будет трехфазной линии электропередачи с напряжением 380 В, то нужно будет проводить дополнительно. Что приведет к дополнительным затратам. Также тут можно увидеть, что парогенератор нерегулируемый. Поэтому, чтобы не переборщить с паром и температурой, нужно будет контролировать работу. То есть, стоять рядом. И также можно увидеть, что температура пара от 130 до 160 градусов. Что меня тоже устраивает. Так как у меня были ограничения, температура обработки должна была быть не менее 75 градусов. Как я уже и говорила, для нашего парогенератора нужна водоподготовка. Мягкая вода используется, чтобы в продукте не оказались соли воды и продлить срок службы установки. Я выбрала фильтр-умягчитель FS5007M, FS5607M. Я его выбрала, так как производительность моего парогенератора 15 кг пара в час. Поэтому мне нужен умягчитель, который будет производить 20-30 литров мягкой воды. Что, в принципе, тут и показано, что производительность 30 литров в час данного умягчителя. Ну и можно посмотреть размеры. Тоже, в принципе, достаточно компактное оборудование, что меня устраивает. Цена. На данный момент я делала запрос. Теновый парогенератор PET15N, стоимость 222 тысячи. Цена фильтра-умягчителя 27403M. Общая цена у меня выходит около 250 тысяч. Можно сделать вывод, что аппарат выполняет требования условия задачи полностью. То есть я нашла парогенератор, который стерилизует 100 кг желе, что позволяет увеличить срок годности желеобразного продукта. И выполняет условия ограничения. То есть продукт не изменяет свой состав по нутриентам, и температура обработки не менее 75 градусов. Спасибо за внимание.